Генсек ООН Антонио Гутерриш прибыл в Россию. Там он угостился караваем и чак-чаком. Пока россияне убивают украинцев, а Путин вытирает ноги обо все сообщество ООН и международное право в целом, Гутерришу, судя по его лицу, в Казани весело. Важно понимать, что Путин проводит этот саммит, чтобы показать, что он неизолированный от мира, что с ним ведут дело и все хорошо, а Гутерриш ему в этом успешно помогает. Эта встреча имеет большое значение для работы ООН, поскольку страны Брикс представляют примерно половину населения мира, заявил зам пресс-секретаря ООН Фархан Хак. Как известно, генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный саммит мира в Швейцарии, однако принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Пора действовать более откровенно и справедливо, признав Антонио Гутерриша персоной нон-грата, как это сделал Израиль. Это не протест в все организации ООН, где работают наши союзники и партнеры, пытаются прилагать хоть какие-то усилия противостояния России. Это протест против человека, который является черным пятном для всей ООН и бесценивает всю работу участников, а также само международное право, где агрессор должен отвечать за свои преступления, написал Дипстейт, комментируя визит Гутерриша в Россию. Кстати, в ООН сейчас пытаются оправдываться, что генеральный секретарь последовательно критиковал действия России. В частности, он заявлял, что агрессия Москвы в Украине создает опасный прецедент для мира. Однако в таком случае опять же непонятно, зачем ехать на саммит Путина. Если РФ и Украина прекратят наносить удары по энергетической инфраструктуре, то это может привести, если не к остановке войны, то к завершению ее горячей фазы. Такие шаги не остановят Россию, однако точно снизят градус напряженности. Также было бы хорошо, если бы Кремль не наносил удары по зерновому коридору, заявил президент Украины, пишет FT. На очередном саммите мира должна быть поднята тема запретов бить по гражданским и торговым судам в Черном море. Однако это не означает, что обе стороны конфликта не будут атаковать военные объекты в этом же море. Американская пресса уже писала о том, что до Курской военной операции Москва и Киев якобы вели переговоры относительно прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. При этом якобы Катер выступил посредником, чтобы организовать встречу Киева и Москвы касательно этого вопроса. Накануне глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Киев готов корректировать свою формулу мира, но без отказа от своих территорий. Ермак озвучил те же решения, которые были приняты в Хельсинки в прошлые выходные в рамках форума по экономической безопасности. Украина хочет добиться от РФ такого мира, который был бы выгоден не только Киеву, но и всему международному сообществу, заявил Ермак. Киев без проблем готов корректировать свою формулу мира, но в рамках международного права и территориальной целостности Украины. Кремлю, похоже, придется снова восстанавливать 155-ю бригаду. 10 октября оккупанты из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ взяли в плен 9 операторов дронов ВСУ. Они заставили их раздеться и казнили. Это событие происходило в районе населенного пункта Зеленый шлях. Через 13 дней в ВСУ в очередной раз отомсили оккупантам из 155-й бригады в районе все того же Зеленого шляха, информирует ресурс Forbes. Накануне в сети появилось видео, как бойцы из 501-го батальона морпехов ВСУ контратаковали врага в районе Зеленого шляха. Взвод морпехов на двух М113 и двух танках Т-64 проехался по главной трассе, ведущей в Зеленый шлях. Т-64 выпустили дымовую завесу, после чего открыли огонь по вражеской бронетехнике. Беспилотник отследил тела пяти российских военных. За военными преступниками из 155-й бригады РФ охотятся еще три бригады в ВСУ – 47-я, 82-я и 95-я. Еще прошлую пятницу бойцы из 95-й бригады в ВСУ окружили в районе Зеленого шляха взвод российских морпехов. В итоге было уничтожено 3 БТР, а Кобзон отправилось 30 оккупантов. В то же время в российских социальных сетях появляется все больше сообщений о гибели военных преступников из 155-й бригады. Самое интересное, что не один раз МОРФ восстанавливала подразделения 155-й бригады. Не исключено, что в скором времени эту бригаду ВСРФ снова придется восстанавливать. Для украинских подразделений, контратакующих в районе Зеленого шляха, разгром данной бригады морской пехоты – это не просто императив поля боя, это личное. Первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже 23 октября. Об этом со ссылкой на главу ГУР Кирилла Буданова пишет издание The Warzone. Пока неизвестно, какое количество военных прибудет в Курскую область. Также отсутствует информация об их оснащении. США поддержат Южную Корею, если она решит предоставить Украине военную помощь. Об этом заявил замспикера Госдепартамента США Паттл. По его словам, Вашингтон одобряет желание союзников и партнеров усилить оборонный потенциал Украины, а также постоянно сотрудничать с ними в этом вопросе. Конечно, мы приветствуем любую страну, которая поддерживает наших украинских партнеров, которые продолжают защищать свою территориальную целостность и суверенитет. В то же время глава Пентагона Остин заявил, что США не дают Украине разрешения наносить удары по России ракетами «Атакамс», поскольку места базирования российской авиации уже находятся вне зоны их досягаемости, сказал он. Кремлевская пропаганда готовит россиян к долгой войне. Депутат Госдумы и ярый сторонник так называемой СВО Алексей Журавлев заявил, что ВСРФ не в состоянии быстро наступать в Украине, несмотря на то, что имеет преимущество перед ВСУ и в живой силе, и вооружении. Он сообщил, что только оккупация Донбасса займет годы. При явном превосходстве наших вооруженных сил мы продвигаемся не так быстро, как хотелось. То есть на всякий случай, если взять такие же темпы, это вопрос даже не месяц освобождения Донбасса, а лет, несколько лет. Напомню, что в феврале 2022 года Гауляйтер Пушелин утверждал, что до выхода на границы Донецкой области российской армии остались считанные дни. Не называя конкретных дат, но я скажу, что до выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни. Это вопрос даже не месяц освобождения Донбасса, а лет. Аптио Лаудинов, более известен как Лааптио Лаудинов, начал открыто скандалить с россиянами. Ведущий «Комсомольской правды» пропагандист Иван Панкин попросил командира спецназа Ахмат Аптио Лаудинова прокомментировать информацию о том, что Ахмат сбежал с позиции в Курской области и бросил без поддержки российских срочников. Знаете, в чем проблема? Вот такие же люди, как вы, не зная реально, что произошло и что происходит, ну, вы берете и разгоняете вот эту всю тему. В ответ Алаудинов обвинил его в разжигании межнациональной розни и заявил, что россияне до сих пор считают своими врагами не столько украинцев, сколько чеченцев. Чеченцы же главные враги России. Для вас не враги украинцы, понимаете? Для вас не враги украинские бандформирования. Для вас не враги блок НАТО. Ваш главный враг – это чеченцы. В другом интервью, которое он дал пропагандисту Калашникову, он признал, что Ахмат – тикток войска. Более того, он сказал, что у России тикток армия. В которых некоторые чеченские бойцы Ахмат воюют с железнодорожными рельсами, с светофорами. Что думаете на этот счет? Ну, давайте я вам скажу одну вещь. Постановочные фильмы снимает вся Россия. Он сходил к начальному водоякурсу в области и задал им вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом? Как только я сюда зашел? Он улыбнулся и сказал, что у нас на территории совершено 187 преступлений военными. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделения Ахмата. По сообщению российского так называемого губернатора оккупированного Севастополя, капитан первого ранга Николай Николаевич Михайленко погиб. Сгорел живым при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике и был похоронен в Севастополе 21 октября. Ряд источников причиной его гибели называют удары израильских ВВС и ВМС в районе российской авиабазы Хмимим в этом месяце. Жены и матери российских оккупантов пожаловались на то, что в Луганской ВЧ 40463 их мужья и сыновья пропадают без вести спустя всего несколько дней после прибытия в часть. Об этом рассказали родственники 21 российского военного, которые были направлены в часть. Их истории публикует Астра. Среди них есть те, кто пропал без вести уже на следующий день по прибытию в часть. Практически никакой информации у родственников нет. Часть женщин утверждают, что их мужей и сыновей отправили в ВЧ 40463 незаконно или в качестве наказания. Большинству женщин отвечают безымянные представители части, скрывающиеся под никами в Телеграме. Самый распространенный ответ – их близкие перестали выходить на связь после атаки дронов. Одной из женщин ответили, что оккупант, которого она ищет, возможно, остался пить чай в соседнем блиндаже, а на просьбу об эвакуации ответили, что она может самостоятельно вытащить бойца. Не только своих не бросят, но еще и родственникам плюнут в лицо. Турция тайно запретила экспорт в ВРФ товаров военного назначения. Произошло это после того, как Вашингтон предупредил Анкару о последствиях, если она не прекратит торговлю, пишет FT. По словам трех источников издания, непосредственно знакомых с этим вопросом, в течение последних недель Турция скорректировала свою таможенную систему таким образом, чтобы заблокировать экспорт более четырех десятков категорий товаров американского происхождения в Россию. Эти товары Вашингтон и его западные союзники считают жизненно важными для войны РФ в Украине. Один из собеседников пояснил, что электронная таможенная система Турции больше не позволяет экспортерам отправлять партии так называемых товаров для поля боя в Россию, заблокированные для экспорта и аналогичные товары из ЕС. Об ограничениях, касающихся гражданских товаров, таких как микросхемы и системы дистанционного управления, которые используются в вооружении, не было объявлено публично из-за политической деликатности этого вопроса, утверждает один из источников. Отмечается, что Министерство торговли Турции и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, не ответили на запросы о комментариях. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган позиционирует себя как потенциальный миротворец в войне в Украине, сохраняя при этом теплые отношения с Путиным. Однако последние тайные запреты на экспорт военной продукции в Россию стали свидетельством того, что Анкара отходит от роли спасательного круга от западных санкций, которую она взяла на себя в начале войны. Запрещенные товары входят в список 50 приоритетных товаров западного производства, которые США, Великобритания, ЕС и Япония определили как ключевые для российского импорта для своей военной промышленности, пишет издание. Среди них современная электроника, которую регулярно находят в ракетах и беспилотниках, сбитых в Украине, например, процессоры и карты памяти, а также станки и другое оборудование, используемое для производства вооружений. Помимо торговых ограничений, турецкие банки ранее резко сократили свою работу с российскими контрагентами. Это произошло после того, как Вашингтон издал указ, грозящий санкциями кредиторам, которые обслуживают транзакции для военной машины Путина. Продолжение следует...